Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя 54. Разбил машину? Нет денег на автосервис? Или ты не можешь продать своего железного коня? Выход есть. Компания Авториал 43 осуществляет срочный выкуп авто в любом состоянии, а также реализация вашего авто с нашей площадки. Не жди, звони 44-2005. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Провалы в памяти случились у пьяного водителя 14-й на улице Щероса. После того, как его задержали сотрудники ДПС и активисты ночного патруля, мужчина не помнил, кто сидел за рулем авто. Якобы пешком шел, а машиной не управлял. То есть ничего не нарушал. Впрочем, общественники ему напомнили, как он не только ездил, но и таранил сугробы у бара. Также лихач выезжал на встречную полосу, помог вернуть воспоминания водителю наш корреспондент Сергей Пичугин. Активисты ночного патруля передают информацию экипажу ДПС о пьяном водителе 14-й, который отъехал от бара. Водитель поехал по небольшим улицам. Видимо, посчитал, что так он не привлечет внимания сотрудников ДПС. Судя по всему, водитель 14-й был настолько пьян, что не заметил преследования активистов и очевидцев. А, ну так он тихонечко едет, мы видим вереница машин за тобой, да? Очень тихонечко, хорошо. Как видно, лихач не ускорялся, но и останавливаться по требованию инспекторов не спешил. Водитель, справа принимаем, останавливаемся, 14-я модель. Направо останавливаемся. Не причиняется. Справа останавливаемся. Запад фонтовая машина, не починяется, 14-я модель почувствует. Останавливайся. Останавливайся. Водитель, видимо, посчитал, что после остановки он поедет дальше и машину глушить не стал. Судя по выражениям лица пассажира и водителя, ночью они отдохнули на ура. Рулевой 14-й Алексей до конца отказывался верить, что его задержали как пьяного водителя. По словам очевидцев, именно Алексей несколькими минутами ранее отранился гробы у бара. Как так получилось, мужчина? Преувеличивает. Вы, наверное, там снимали какие-то гробы, но это не я. Это не вы, это мираж был. Водителю предложили пройти экспертизу, но он забыл свое имя. Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич. Вы что-то путаете. Вы меня слышите? А свидетельствами проходить будете? Вы что-то путаете. А свидетельствами будете проходить или нет? Дудь в трубку алкотестера мужчина согласился только при одном условии. Давайте только на это. Дуйте? Секунд 15. Нет, давайте на другую сторону. Что? Другую сторону. Какая разница в другую сторону? Нет, это много. Давайте, Сергей Сергеевич. Просто, да? Да, секунд 15 дудь. Показывает звуковой сигнал. Звуковой сигнал слышите? Не прерывайте выдох. Пройти тест на улице не получилось. Водитель замерз. Пришлось дуть в патрульном авто. Давайте, давайте, давайте. Еще, 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 еще. Вот так. Достаточно. Достаточно. На водителя составили протокол за управление авто в пьяном виде. Алексей расписался в документах и неожиданно для всех заявил, что за рулем не ехал. Якобы он просто шел по тротуару. Вы сказали, подойди, подыши. Я подошел, подышал. Все, что? Вы же в машине сидели. Все, да? Я в машине шел. 14-я модель ВАЗа? Нет. Я сижу в патрульной машине. Я не сижу в 14-й модели. Теперь-то нет, вас же пересадили. Вас отстранили от управления и пересадили. Нет, я там не сидел. Извините. Извините, пожалуйста, я там не сидел. Ничего, ничего. Где сидел или где ходил водитель, это он будет объяснять в суде после Нового года. Сотрудники ДПС наверняка приобщат к делу, ведя запись с фактом управления мужчины. Алексею грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Сергей Пичугин, место происшествия.